Осколок Челябинского метеорита долетел до Москвы. Он станет экспонатом фестиваля «Первозданная Россия», который откроется в Центральном Доме Художников завтра. Появление метеорита вызвало ажиотаж. Многие попытались прикоснуться к камню, пока его не закрыли стеклом. Говорят, это приносит удачу. Александр Лякин тоже не удержался. Это хвостовая, как говорят ученые, мягкая часть знаменитого Челябинского метеорита, которая откололась при падении. Основной фрагмент весом более 600 килограммов находится в Челябинске в музее и никуда, естественно, не вывозится. А вот этот кусочек весом 7 килограммов привезли в Москву. Вообще считается, что даже прикосновения к этому метеориту приносят счастье и удачу. Можно загадывать любое желание. Это подтвердилось в Сочи, куда привезли вот этот фрагмент, и наша олимпийская сборная заняла первое место в командном зачете. Два года назад в момент прибытия этого космического гостя на Землю наблюдали тысячи жителей Челябинска. Была половина десятого утра. Город уже давно не спал, поэтому многие, увидев яркую вспышку, бросились к окнам. И только спустя несколько секунд до Челябинска дошла ударная волна, выбившие тысячи стекол, возле которых стояли люди. Поэтому шквал острейших осколков многим бросился в лицо. И при этом, да, были порезы, более тысячи человек обратились за помощью в больнице, но никого не покалечило. При входе в земную атмосферу метеорит диаметром 17 метров весил примерно 10 тонн. Это самое большое и известное человечеству небесное тело, достигавшее нашей планеты, если не считать Тунгусского метеорита. До поверхности Земли долетела лишь малая часть, около 10%. Самый большой кусок упал в озеро Чебаркуль, откуда его достали спустя полгода. Уже потом ученые подсчитали, что если бы угол падения этой махины был бы на несколько градусов круче, то ущерб от космического болида был бы гораздо сильнее, и город мог быть полностью разрушен. И это при том, что сам взрыв, произошедший на высоте 20 километров, по мощности и без того превосходил любое из проведенных ранее ядерных испытаний. Поэтому жители Челябинска и стали называть метеорит, сделавший их город знаменитым на весь мир, счастливым. Получается, он был в двух городах, в Челябинске, естественно, потому что он туда упал, в Челябинскую область, и был он на Олимпиаде в Сочи. Конечно, приписывать успехи наших спортсменов одному только метеориту можно с большой долей иронии. Тем не менее, тысячи людей стремятся побывать рядом с Челябинским метеоритом. Москвичи впервые смогут посмотреть на его фрагмент уже завтра на открывающейся в Центральном доме художника выставке «Первозданная Россия». Но только потрогать небесное тело не получится. Семикилограммовый осколок накроют бронированным стеклом. На всякий случай. Александр Лякин, Виктор Семин, Ольга Карпова, Первый канал.